Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Сегодня мы расскажем, сколько еще правительства собирается сдерживать цены на масло и сахар, что должно произойти, чтобы аграрии покупали топливо по низким ценам, и какой выход нашел Кабмин, чтобы удешевить удобрения. После введения экспортных пошлин в России закончился сезон высоких цен на пшеницу. Теперь же аналогичный сезон заканчивается и на мировом рынке. Аналитики смотрят на посевы в северном полушарии нашей планеты и видят, что выглядят они неплохо. А потому торговля пшеницей замедляется. Страны-импортеры ждут, что она снизится в цене. Эксперты Савэкона отмечают, что цены в Чикаго на прошлой неделе упали до трехмесячных минимумов. Снижались цены на пшеницу и в России. Так, на фоне вялого спроса, экспортная цена на прошлой неделе опустилась на 9 долларов, до 274 долларов за тонну в глубоководных портах, пишется в икон. Рублевая цена в глубоководных портах снизилась до 14 750 рублей за тонну. Снижалась цена и в европейской части России. Также опускались цены и в других федеральных округах. Вы видите данные на экране. Это данные Национального союза зернопроизводителей. Нисходящая динамика наблюдается во всех регионах страны. Фундаментальную поддержку мировому рынку пшеницы могут оказать активные закупки со стороны Китая, отмечает глава аналитического центра Савэкон Андрей Сизов. На прошлой неделе Кентай законтрактовал 3,9 миллиона тонн кукурузы. И, скорее всего, к концу сезона общий объем импорта дорастет до 30 миллионов тонн этой культуры. Тогда как в начале сезона Минсельхоз США прогнозировал китайский импорт на уровне всего 24 миллиона тонн. Виталий Шамаев, глава аналитического агентства «Агроспикер», отмечает, что нынешние условия, когда в России существуют экспортные пошлины, а рубль снижается по отношению к доллару и евро, будут стимулировать аграриев к тому, чтобы выращивать больше ячменя и больше кукурузы, поскольку экспортная цена на эти культуры оказывается выше цены на пшеницу. Кроме того, ячмень относительно дешев в производстве. Буквально пару недель назад глава Минэкономразвития Максим Решотников заявил, что правительство не собирается продлевать соглашения о фиксированных ценах на подсолнечное масло и сахар. Однако на этой неделе мы узнали, что Кабмин поручил Минпромторгу, Минсельхозу и Федеральной антимонопольной службе провести с производителями оперативные консультации и выяснить, как они смотрят на то, чтобы после 1 апреля продолжать сдерживать цены на белый сахар в течение двух месяцев, на подсолнечное масло до октября 2021 года. Причем консультации должны быть действительно оперативными, ведь проект соответствующего акта в правительство следует представить уже до 1 апреля. Одновременно со сдерживанием цен правительство предлагает новые виды господдержки. Так, например, производителям сахара может быть выплачена субсидия в размере 5 рублей на каждый произведенный килограмм белого сахара. Предполагается, что субсидия будет выплачиваться в течение полугода, начиная с 1 апреля, а всего на этот вид господдержки потребуется 3 миллиарда рублей. Союз Россахар пока никак не прокомментировал эти новости, а вот Масложировой Союз России высказался обеими руками «за». Глава Союза Михаил Мальцев отметил, что сдерживание цен позволит соблюсти баланс интересов между производителями и потребителями подсолнечного масла. Между тем, некоторые СМИ дают нам тревожные новости. Например, газета «Известия» пишет, что ритейлеры не могут покупать подсолнечное масло или сахар по фиксированным ценам. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются региональные компании или несетевой ритейл. Так, например, пишут «Известия» некоторым продавцам сахара приходится закупать его у заводов на 3-5 рублей дороже фиксированной цены, которая, напомню, составляет 36 рублей за килограмм. Минсельхоз России проблему отрицает и говорит, что производители поставляют в достаточном для удовлетворения внутренней потребности объеме и масла, и сахар. По данным Совокона, средняя цена на тонну подсолнечника на прошлой неделе выросла до 49 275 рублей. Тонна подсолнечного масла, отпускная цена заводов, увеличилась до 113 тысяч рублей. А вот масло на экспорт стало продаваться немножко дешевле. Если раньше цена была свыше 1650 долларов, то на прошлой неделе она снизилась до 1515 долларов. Это уже данные Института конъюнктуры аграрного рынка. В России полным ходом идут весенние полевые работы, и топливо так дорожает, что сельхозпроизводителям по неволе приходится вникать в проблемы нефтяников. В прошлом выпуске мы говорили, что счетная палата предупредила правительство России о возможном повторении топливного кризиса 2018 года, когда весной горючее настолько выросло в цене, что привело к значительным дырам в бюджете сельхозпроизводителей. С этим согласен и независимый топливный союз. Он на прошлой неделе обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой принять срочные меры. По данным союза, в начале 2021 года бензин марки АИ-92 и АИ-95 выросли в цене более чем на 18,5%. Такой рост наблюдается в России впервые. Более того, конец декабря, январь и февраль – это месяцы, когда традиционно горючее стоит дешевле, и сельхозпроизводители имеют возможность купить его прозапас по низким ценам. Однако в этом году этот маневр провести не удалось. Отметим, что причины текущей аномалии по отзывам Независимого топливного союза – это сохранение и усуглубление налогового диспаритета между внутренним и внешним рынком. В этом году был планово повышен акциз на бензин на 4%. Кроме того, очень сложно идет расчет Демпфера. Нефтяные компании из-за этого страдают и указывают, что, например, в 2020 году Демпфер стал налогом на кризис для отечественных нефтяных компаний, которые в условиях резкого сокращения доходов населения были вынуждены увеличить отчисления в бюджет. Нефтяники просят Мишустина отменить Демпфер и переложить обязательства по уплате акциза на предприятия, которые непосредственно в розницу конечному потребителю продают топливо. Федеральная антимонопольная служба, однако, не видит проблемы в этом. Так, например, комментируя заявление Независимого топливного союза, представитель ФАС Виталий Королев отметил, что антимонопольная служба в постоянном режиме ведет мониторинг, все контролируется и никаких предпосылок для повышения цен на топливо, в том числе на АЗС, нет. Некоторые решения, которые принимает наше правительство, заставляют беспокоиться не только нефтяников, но и производителей удобрений. Осенью 2020 года по инициативе Минфина был в 3,5 раза увеличен налог на добычу полезных ископаемых. И речь идет не только о нефти или цветных металлах, но также о сырье для производства минеральных удобрений. Правительство рассчитывало, что благодаря этой мере сможет получить дополнительно 56 миллиардов рублей. Однако удар оказался слишком серьезным по отрасли. И на этой неделе стало известно, что власти РФ придумывают какие-либо меры, которые могут смягчить повышение НДПИ. В частности, в правительстве обсуждают идею вернуть компаниям, которые производят минеральные удобрения, часть средств за счет налогового вычета. Так, например, если производитель удобрений вложил какие-то средства в развитие собственной компании, и в 2022 году размер НДПИ оказался больше, чем в 2021 году, то компания сможет претендовать на сокращение обязательной выплаты. Это очень важно, и мы надеемся, что никакие другие фискальные нагрузки на производителей удобрений не отразятся на тех, кто эти удобрения покупает. На прошлой неделе с просьбой о помощи к Михаилу Мишустину обратился Российский союз мукомольных и крупенных предприятий. Объединение отмечает, что в отрасли сложилась очень сложная ситуация. Стоимость зерна в себестоимости муки составляет более 85%, и никакие усилия мукомолов по экономии средств на всем остальном, в том числе на заработной плате, не может нивелировать рост цен на зерно. Кроме того, есть еще одна большая проблема. Это обилие теневых, так сказать, мукомольных предприятий, которые занимают значительную долю рынка. Может быть, даже до 40%. Из-за убыточности белого сектора в последние годы закрылось 57 предприятий, которые поставляли на рынок 4,5 миллиона тонн муки, отмечают в Союзе. Союз просит Михаила Мишустина очистить рынок. Отчасти, конечно, этому должен способствовать новый закон о прослеживаемости зерна. А также усилить работу по предоставлению субсидий. Дело в том, что постановление правительства, которое анонсировало субсидии мукомолам, было принято еще в декабре 2020 года. Однако до сих пор мукомолы никаких средств не получили. Кроме того, по расчетам Российского Союза мукомольных и крупенных предприятий, на тонну переработанной муки будет приходиться всего 250 рублей. Речь идет о муке из пшеницы. В то время как убыточность составляет более 2000 рублей на тонне. Кроме того, Союз просит выдавать субсидии на муку, выработанную из ржи. Эта культура имела очень низкий урожай в прошлом году и, конечно, требует тоже поддержки. Субсидию просят в размере хотя бы 300 рублей на тонну. Указывая, что производство муки из ржи в 10 раз меньше, чем производство муки из пшеницы и значительных денежных вложений, такая субсидия не потребует. Администрация Краснодарского края практически завершила инвентаризацию виноградопригодных земель. На таких землях строить жилье будет запрещено. Черноморское побережье славится своими красивыми видами, поэтому неудивительно, что многие граждане России застраивали его жильем для личных или коммерческих целей. Особенно такая практика была распространена в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском и Новокубанском районах. Что для этого требовалось? Взять довольно дешевую землю сельхозназначения, какой-либо участок, попросить муниципалитет, чтобы его внесли в генплан и зарегистрировали как землю под индивидуальную жилищную застройку. Теперь с этой практикой будет покончено. Все земли будут инвентаризированы и, конечно, никакой застройки на них допускаться не будет. А связано это с тем, что Краснодарский край, регион, один из крупнейших, который выращивает виноград. На его долю приходится практически треть всех виноградников России. И, конечно, эту землю нужно сохранить для будущих поколений. По традиции закончу выпуск хорошей новостью, в этот раз безо всякого сарказма. 24 марта Госдума России приняла законопроект, который упростит процесс создания и реорганизации сельскохозяйственных кооперативов. Так, в частности, для того, чтобы создать кооператив, достаточно будет объединиться всего трем членов. Раньше требовалось, чтобы было не менее пяти человек. Будут немного изменены правила выбора в правлении ответственных граждан. Так, например, если в кооперативе менее ста членов, то в правлении будет достаточно иметь трех представителей. Если более ста членов, то как минимум пять представителей или больше. Кроме того, документ регламентирует, что при реорганизации или ликвидации кооператива его неделимый фонд может быть разделен как между членами, так и между ассоциированными членами кооператива. И это, в общем-то, неплохие изменения, потому что прежний закон о сельхозкооперации значительно усложнял жизнь людям, которые действительно хотели объединиться для общих важных целей. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с нами, будьте здоровы и пишите в комментариях, что вас еще волнует.